привет как дела были бы лучше если б россиян не было на моей земле россиян по которым там тоже не было до россиян россиян не было украине русские тоже ты хочешь чтобы их тоже не было я говорю про россиян данную секунду не про русских ты мне хочешь рассказать поведать из вас прошу честно до конца не понимаю хочешь рассказать а ты вот как думаешь почему я думаю потому что вы немножко все данной россии малость неадекватные не очень понимаете то что мы перестали жить в мезозойскую эру где для того чтобы иметь какую-то власть нужно захватывать территории захватывать территории мезозойская у вас цивилизация получается у нас не мечтает что на руси нет цивилизации но для меня цивилизация это не только какие-то материальные блага это умственное развитие что можно говорить про умственное развитие когда люди искренне желают смерти люди которые у которых нет на территории войны значит они цивилизованы люди которые воюют бесконечно это не цивилизован ну к сожалению так произошло то что она у меня в стране война но у нас тут есть цивилизация просто у нас рядом россия то есть американцы тоже когда воюют или израиль воюют у них тоже не цивилизации напомни на кого израиль нападал израиль с палестину воюют сейчас только на паре говоришь что те которые воюют они обороняются от кого от палестин а почему они напали как они напали израиль напал почему палестин напал защищать очень хорошая фраза когда они перестанут потому что на их не замените из греет больше чем любить своих детей тогда возможно в той части мира не будет двое потому что на их земле построили еврейскую государство они стали против почему арабов то не смотри давай с тобой построим дело считаешь ли ты что что-то в этом мире является причиной для убийства что присутки числе мне вот 10 пунктов за что можно убить за ресурсы за ресурсы так дальше заводу ну вода это тоже ресурс в основном за ресурсы и можно убить за то что если тебя пытаются ресурсы разобрались давай дальше за что еще можно ху чтобы тебя не убивали ты будешь убивать я записываю записывать в основном за ресурсы будут воевать я тебе так скажу значит за ресурсы убивать говоришь сначала мезозойская убивали за мамонтов за шкуры каких-то там когда убивали животных конкурировали люди за это сейчас конкурируют за нефть и газ по основному из-за территории даже идеи ресурсы защиту себя от смерти третий пункт так вроде все то есть смотри ты считаешь то что в мире когда правильно даже теперь сформулировать основополагающей силы является маркетинг которым как бы люди покупают продают на находит себе каких-то партнеров развивается создают что-то интересное адекватно прийти условно тебе когда у тебя дома там нету колодца с водой прийти к своему соседу убить соседа потому что у него этот колодец есть вместо того чтобы прийти к соседу и договориться о том что чувак смотри у меня не получается вырыть колодец у тебя он есть мне нужна вода что ты за это хочешь то есть для тебя это норма окей окей смотри то есть ты мне только что говорил что ну типа я не человек который посчитает то что можно убить то есть можно лишить жизни за то что у кого-то есть что-то чего нет у тебя попросить поделиться можно ответить давай хорошо когда ты занимаешься того что развиваешься когда строишь маркетинг со странами начинаешь дружить а рядом с твоими границами делают военные учения рядом с твоим границам пытаются сделать все чтобы новые какие-то страны вступали в вражеский союз которым у тебя границы есть и ставить своими границами ракеты ядерное оружие какое-то да действительно ты будешь все делать чтобы такого не происходило потому что нато у них нет официальных своих границ своих врагов официальных нет подожди не перебивая все таки тебя дослушал да все таки будем уважение будем иметь с тобой уважение я знаю что ты не разбираешься на счет марта геополитики вот и вообще что происходит в этом мире поэтому пытаются на эмоции какие-то выводить я тебя выводить на эмоции я тебя вывожу на мышление которым я тебе говорю давай я все-таки расскажу тебе что ты мне хочешь про нато опять рассказать про то что в саммите нато в бухаресте рассматривали в состав свой состав украины и грузии в качестве члена надо за то что там они 2013 15 16 годах в прибалтике и в черном море проводили натовские учения рядом с коренцией россии за то что россия пыталась сама войти в нато их отказали за то что их самый главный враг советский союз распался они просто так существовали и не пытались какие-то врага найти и сами выбрали россии в качестве врага и начинались своего значит начали расширяться путем сделать так чтобы российская федерация распалась потому что российская федерация богата ресурсами у нее ядерное оружие очень много оружия поэтому надо сделать все чтобы у них там внутри война между собой происходило что умы ресурсы какие-то свои забрали как это происходит в ираке что это ты похож не тебя художница не очень блин вот ты говоришь что те страны которые нападают на страны не цивилизованы сша не цивилизованная страна сша не цивилизованной страна скажи 5 умеешь попробую помолчать попробую силите я понимаю сша либо цивилизованная страна скажи да или нет сейчас для меня цивилизованная страна остановите а потому же даже они тут не захватывала и как страна не фиррат не захватывала и убило если если сша не захватывали ни какие территории почему во всем мире у них я два в !" screen стоит у сша во всем мире яд военная база стоит скажи пожалуйста почему у такой цивилизованной страны во всем мире военные базы стоят зачем сша в чужой стране ядерная военная база скажи давай проверить по-другому я с тобой начала разговор о другом я понимаю что ты подготовился я не подготовился я тебе спрашиваю вопрос ответь не надо уходить на война из ответа скажи пожалуйста почему военные базы сша во всем мире стоят в ближнем востоке в японии южной корее у них военная база в африке есть южная военная база рядом с ираном рядом с россией у них везде в косово даже военные базы почему я тебе задаю вопрос как человека и за что ты мне как типа человек который очень сильно топит за свою строй очень боится нато говоришь мне о том что нормально убить человека если у него есть какие-то ресурсы ты осознаешь что это малеха не адеквата раньше убивали за мамонтов сейчас загас и не за нефть поэтому раньше люди были бегали за мамонтовыми добивали там так еду а теперь люди ходят супермаркет расплачивается телефонами хорошо карточками у вас отключили скажи карточками область не станет что ты будешь делать у твоего соседа есть вода у тебя нет что ты будешь делать и не станет ну скажи дай давай вопрос задам тебе хорошо смотри у тебя у твоего соседа есть вода а ты убираешь то есть выпить хочешь очень сильно у тебя нет его ты что ты будешь делать у соседа есть вода да у соседа есть вода у тебя ее нет ты очень сильно пить хочешь что ты будешь делать сейчас умру дай воды а а если сосед не даст тебе его только у него есть вода и у тебя точно ее нет ближайший сосед вот близко находится ты что будешь правильно ты его убьешь зарежу что когда он будет спать выпить воду вот и все понимаешь мировоззрение убить человека зато возьмем более реальную историю не воду опять началось не знаю что может быть у моего робот-пылесос допустим от мастер забрал последний робот пылесос он не нужен говорим робот-пылесос без робота-пылесоса прекрасно человек справляется живет мы с тобой перестали без ресурсы говорим который человеку без человек которого плохо он может умереть без этих ресурсов это такие как еда вода может быть воздух или какие-то еще вещи понимаешь без этого человек просто умрет в этот раз ты быстрее заткнулся если у соседа есть робот-пылесос если если у соседа есть робот-пылесос и он забрал последний в городе и в мире это был последний робот-пылесос больше так не может быть пожалуйста убрать пол твоим роботом пылесосом или ты шоку-ку пойди купи шалабру и убери сама то тебя всегда будет альтернатива если мы говорим про воду то это и серии типа а что если вдруг прилетит нет воды они пытаются выживать просто ты говоришь что у тебя кого-то есть робот-пылесос например в африке ты знаешь что большинство людей нашем мире большинство страдает от голода большинство не доедают вообще мясо вообще в раз в жизни едят или по праздникам едят спаливает абсолютно кучу зерна хлеба все что должно было нету его у людей понимаешь нет сжигает нахер и теперь переживаешь да за людей в африке которые не покушали а тоже россия хуярила по одесским портам ракетами тебя это устраивает это блять вы за ресурсы боретесь не за что вы там боретесь потому что вы нацисты надо с вами бороться всегда с нацистами всегда россия воевала и будут воевать всегда будет побеждать нацистов то что нацисты лохи вот и нацистка например а как ты поняла что я нацист все временно затрагиваешь национальность и ты только что русских оскорбила ты тупой просто ты тупая ты не смог пока чёрт слилась цепсочница вот теперь все вот теперь пока